Грузинский домик. Душевное место, где гостеприимно встретят и накормятся вкусом. И продолжаем говорить о здоровье. Клин вместе с десятью городами-миллионниками стал пилотной площадкой программы улучшения здоровья детей и подростков российских школ, включая продвижение здорового питания и физической активности. Вот такое сложное название. Мы вошли в программу полгода назад. Итоги первого этапа подвели на рабочие сессии во время Всероссийской конференции «Здоровые города. Общественное здоровье на муниципальном уровне». Она проходила на этой неделе в Череповце. Делегация нашего округа в числе активных участников и докладчиков. Давайте посмотрим, как это было. Не просто город, а город для ЗОЖ. Эта идея по инициативе Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» объединила участников Всероссийской конференции. В ней приняли участие более 60 делегаций из разных регионов, а также представители Общественной палаты РФ, Минздрава, Всемирной организации здравоохранения. И, конечно, практики. Делегаты от муниципалитетов от Запада до Дальнего Востока. Принимающей стороной и диалоговой площадкой стал город Череповец. «Мы все запускаем уникальные проекты для того, чтобы объединить наших горожан в регионах Российской Федерации, в наших муниципальных образованиях ради того, чтобы здоровые города, здоровые села, здоровые семьи, здоровые дети были в России всегда». Обсуждались вопросы, связанные с экологией, двигательной активностью, детским питанием, борьбой с наркозависимостью и другие. Глава Клинского округа в числе докладчиков. Несколько лет назад наш округ одним из первых вошел в Ассоциацию здоровые города районной поселки. А сегодня мы делимся накопленным опытом с городами-миллионниками. Еще в 2014 году у нас была всего одна единственная парковая зона, один логоустроенный парк. За неполных пять лет у нас их стало пять. И это действительно стало очень востребованным, поскольку это не просто парковые зоны как таковые, а это веломаршруты, это фактически зоны для занятий с кагеннадской ходьбой. Это те самые площадки для занятий на тренажерах, воркаутные площадки. Акцент в презентации Клинского округа сделан на мотивации населения к ЗОЖ. В основе профилактические образовательные программы, спортивные соревнования и грамотная организация зон активного отдыха. Мы, конечно, готовы брать в основу наших дальнейших планов те праздники, которые есть в городах. Но очень многое из того, что мы сегодня слышали, у нас реализовано уже на протяжении нескольких лет. Некоторые районы только начинают задумываться о тех проектах, которые для нас уже кажутся очевидными. Например, тренажерные площадки под открытым небом, воркаутные площадки, о которых сегодня, говорю, представитель Курестской губернии, которая фактически находится с нами по соседству и только сейчас начинает заниматься этой программой. То, что хотелось бы для себя перенять из других регионов, это, конечно же, возможность взаимодействия, обмениваться опытом и привлекать больше молодежи, волонтеров для участия в спортивных и неспортивных, но именно транслирующих здоровый образ жизни мероприятиях. Итог форума – соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией здоровой города, районной и поселки и Всероссийским движением «Волонтеры-медики». А Клин, наряду с десятью городами-миллионниками, стал пилотной площадкой программы улучшения здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности. Продолжение следует...